Родные друзья, сегодня вспоминают журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Они погибли ровно год назад в Донбассе, снимая сюжет о том, как мирные жители бегут от войны. Днем память коллег увековечили в родной компании Игоря и Антона в ИГТРК, а на месте трагедии под Луганском прошел траурный митинг. За время конфликта на Украине погибли уже шестеро. Представители российских и зарубежных СМИ более десяти были ранены. Наши коллеги продолжают рисковать жизнью и сегодня. Дмитрий Кулько передает из Луганской области. Скошенную осколками лесопосадку на въезде в Луганск вновь затянула зелень. Природа пытается оправиться от минометного обстрела годичной давности, о котором не смогли сделать репортаж наши коллеги из ВГТРК. Местные жители, потерявшие в Донбасской войне родных и близких, сегодня приносят сюда цветы в память об Игоре Корнелюке и Антоне Волошине, отдавших жизни за то, чтобы мир узнал правду. Все это было при нас, бомбили здесь, а потом приехали, узнали, что они здесь похоронены. Теперь каждый раз сюда цветочки кладем. Жалко, очень хорошие ребята. Возле памятного креста на месте гибели журналистов траурная тишина. Коллеги приехали из Донецка, Москвы в свою последнюю командировку на Украину. Игорь Корнелюк не то чтобы уезжал, возвращался домой, где верил, ничего плохого не случится. Как и десятки российских журналистов, не бывавших до Донбасса в горячих точках, Игорь только здесь начал различать калибры орудий и постигать военную терминологию. В Луганске мирный план подкрепляют залпы артиллерийских орудий. Всю сегодняшнюю ночь продолжался обстрел района «Металист», где находятся позиции ополченцев Луганской народной республики. Работу звукооператора часто недооценивают, но в военных условиях он незаменим. Антону Волошину было всего 26 лет. Он тоже родился на этой земле, в соседнем Алчевске. Даже когда взрывы прогремели совсем рядом, он не оставил съемочную группу. Теперь имена корреспондента и звукорежиссера ВГТРК навсегда увековечены на здании и в телекомпании. Гражданская война на Украине продолжается, и там по-прежнему гибнут люди. Наши коллеги отдали свои жизни для того, чтобы эта война прекратилась. Для того, чтобы слово «правда» перебороло ту ложь, ту несправедливость, которую они видели, слышали постоянно. И после гибели коллег российские журналисты продолжают ездить в командировки на Донбасс. В окопы, в обстреливаемые города, в подвалы, где прячутся жители. На такой смертельный риск должно двигать что-то большее, чем карьера. Сюда возвращаются из чувства долга перед страдающими людьми. Конечно, ни один кадр не стоит человеческой жизни. Но когда находишься там, ты понимаешь, что репортер, корреспондент, фейбой журналист просто обязан быть там, где творится несправедливость, где убивают ни в чем не повинных людей. И цена за возможность рассказать об этом, к сожалению, очень и очень тяжелая. Ребята понимали это, и поэтому они были там. Год назад в жаркие дни блокады Луганска на передовой работал и спецкор пятого Дмитрий Пищухин. За день до трагедии на том же роковом месте его группа попала под минометный обстрел. Но тогда репортеры успели спрятаться в канализационном люке. Игоря я запомнил таким очень светлым человеком. Для меня было удивительно, что человек приехал на войну в галстуке, буквально на крахмаленной рубашке. Ну, видимо, он не делал перед собой разницы, о чем он рассказывает, где он рассказывает. Для него было важно, кому он рассказывает. Для него было важно, видимо, донести правду. Год назад позиции украинских военных находились гораздо ближе к Луганску, чем сейчас, сразу на соседней возвышенности. Но в тот роковой день съемочная группа ВГТРК приехала на этот блокпост ополчения освещать не боевые действия, а гуманитарную миссию. Эвакуацию мирных жителей, где, казалось бы, риски должны быть минимальными. Но эта трагедия изменила сознание всех журналистов, работающих в Донбассе. Работать везде крайне опасно, куда достают украинские пушки. Ни о каком соблюдении Женевской конвенции, о неприкосновенности журналистов здесь нет и речи. СМИ на Украине давно стали мишенью. Стоит не выключить телефон с российской сим-картой, или надеть жилет с надписью пресса, рискуешь попасть под прицельный удар. Но завтра в выпусках новостей снова появятся репортажи. Оттуда, откуда обычные люди стараются убежать. Хотя бы ради того, чтобы в России больше не пришлось ставить памятники погибшим журналистам. Дмитрий Кульго, Олег Прохоров, Алексей Гончаров и Светлана Шишкина. Пятый канал Донбасс. Борьбу с наркопреступностью Владимир Путин сегодня назвал одной из приоритетных задач государства. По словам президента, от результатов этой борьбы напрямую зависит не только жизнь и здоровье граждан, но и безопасность страны в целом. На заседании госсовета, посвященном этой проблеме, Путин призвал ускорить работу по созданию специальных программ реабилитации наркозависимых. Но подчеркнул, это не должна быть принудительная система советского времени. Помимо лечения, необходима социальная адаптация. Главная цель – возвращение человека к полноценной жизни. Глава государства напомнил, что в последнее время серьезной угрозой стали синтетические наркотики, так называемые курительные смеси и спайсы, поставляемые из Европы и Юго-Восточной Азии. Хочу обратить ваше внимание на ряд приоритетных задач. Первое. Учитывая, что основная масса так называемых тяжелых наркотиков поступает к нам из-за рубежа, необходимо усилить оперативную работу не только ФСКН, но и ФСБ пограничной службы, всех, кто работает на границе, по пресечению наркотрафика. Дополнительные меры нужно принять и для предотвращения распространения наркотиков через интернет, использования информационной среды для втягивания в наркоманию новых жертв, особенно, конечно, молодежи. Также Владимир Путин отметил, важно сосредоточить усилия мирового сообщества на ликвидации центров по производству героина и кокаина. Для этого, по словам президента, необходимо использовать все авторитетные международные площадки, прежде всего ООН, ШОС, БРИКС и ОДКБ. Сегодня в Подмосковье в открытом режиме заработал военно-технический форум «Армия-2015». Вход свободный для всех желающих. Специально главным площадкам форума построили железнодорожную ветку, по которой ходят электрички. Встречают гостей на территории в 5000 гектаров. Здесь разместили и музей военной техники, и новейшие образцы отечественного вооружения. Выставка такого масштаба проходит в России впервые. Роман Ишмухаметов видел, у каких экспонатов самые большие очереди. Гордость отечественной оборонной промышленности. Мобильный радиолокационный комплекс «Небо-М» предназначен для обнаружения баллистических ракет. Ему нет аналогов в мире и в ближайшее время не будет. Ракету противника может обнаружить на расстоянии 2000 километров и на высоте 120 метров. И это в условиях сильных помех. Именно эти характеристики и делают «Небо-М» недосягаемым для конкурентов. Кроме того, работать он может в любых географических и погодных условиях. Условия достаточно у него неприкатливые. Он может работать как от минус 50, так и до плюс 50 градусов. Как в пустыне, так и на севере. Пыль ему не страшна. Дождь, гроза, снег так же не страшны. Преодолевает любые преграды. Сегодня форум открыли для широкой публики. Одна из самых больших очередей у павильона концерна «Калашников». Внимание приковано к винтовке К-15, способной стрелять практически без отдачи. Настоящий ажиотаж вызвал и новый пистолет ПЛ-14. Его разработали и выпустили в рекордно короткие сроки, менее чем за год. С каким трепетом и даже нежностью к своему детищу относится конструктор Дмитрий Лебедев. Можно судить по тому, как он тщательно протирает пистолет почти каждую минуту, терпеливо отвечая на вопросы посетителей. Если я выкину на руку, посмотрите сюда, и кладу в нее пистолет, вы видите, он как палитрой. То есть не нужно мне подворачивать как-то руку, подстраиваться под этот пистолет. Пистолет Лебедева может поступить в полицию российские спецслужбы уже в следующем году. При его разработке учитывались пожелания силовых структур и профессиональных спортсменов. Своё мнение они выскажут совсем скоро. Форум «Армия-2015» — это не только выставка современных достижений. Организаторы проложили своеобразный мост между будущим и прошлым. Под открытым небом настоящий музей военной техники, гуляя по которому, можно проследить, скажем, историю отечественного танкостроения. Вот один из первых советских танков. Он выпускался в 20-е годы, высотой с человеческий рост, и всего таких было выпущено около тысячи. По сравнению с современными гусечными машинами Т-18 будто игрушечный. И, конечно, не сравнится, скажем, с уже ставшим классическим Т-90. На форуме 90-й представлен в экспортном варианте. Его песочный цвет указывает, что предназначен он для ведения боя в пустыне. Рубежные партнеры в восторге от этой машины, начиная от механика, заканчивая командиром. То есть управляющий состав генерала от танка просто в восторге. Танк нового поколения Т-72Б3 поступил на вооружение всего два года назад. Увидеть его в действии, как и другие машины, БМП, бронетранспортеры, ракетную и артиллерийскую технику можно было неподалеку, на полигоне Валабина. В это же время на аэродроме в Кубинке свое мастерство демонстрировали группы авиационного пилотажа. Русские витязи, стрижи, беркуты, бочка, петля Нестерова и другие фигуры, выполненные на скорости 500 км в час, с минимальным расстоянием между самолетами вызывают неизменный зрительский восторг. А в этой палатке презентовали отнюдь не оружие, однако интерес к ней проявили как профессионалы, так и зрители. Одежда от армии России – это не только берцы и тельняшки, но и модные пиджаки, лакированные вечерние туфли. Все вещи качественные, из натуральных тканей. Очередь на кассе – явный показатель. Стиль милитари входит в моду. Форум «Армия-2015» стал площадкой не только для общения профессионалов, но и большим магазином, где потенциальные покупатели смогли опробовать технику в действии. Только в этом году «Рособоронэкспорт» намерен продать оружие на 13 миллиардов долларов, что говорит об огромном интересе в мире к нашей технике. Убедиться в этом может любой желающий. Форум продолжит работу еще два дня. Вход свободный. Арман Шмухаметов, Сергей Агарков, Петр Краснов, Наталья Ленькова. Пятый канал. Москва. Глава одной из крупнейших строительных компаний России оказался под следствием, а руководитель СУ-155 Александр Мещеряков сегодня стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранителей, деньги дольщиков он превращал в собственные активы. Что делать людям, которые так и не получили обещанное жилье, сегодня решали в Госдуме. Туда, на встречу с несостоявшимися новоселами, пригласили заместителя Мещерякова. Ксения Некрасова стала свидетелем очной ставки. 60 лет строительных традиций. Теперь эта славная история омрачена уголовным сюжетом с участием генерального директора. Установлено, что бизнесмен не перечислил в бюджет государства налог на доходы физических лиц с работников предприятия. Указанные денежные средства он использовал в личных интересах, на покупку ценных бумаг, а также выдачу займов под контрольным организациям. Только за последние два года в результате неуплаты налогов государство недополучило от фирмы свыше 210 миллионов рублей. Одна из крупнейших строительных компаний страны ведет свои проекты в городах России, СНГ и Европы. Ежегодная прибыль холдинга 80 миллиардов рублей. Впрочем, следователи уверены, это лишь часть скрытых денег, которые удалось вывести из тени. Финансовые махинации в СУ-155 могут оказаться гораздо масштабнее. По результатам обыска в следствии будет решен вопрос о предъявлении обвинения Мещерякову. В ходе расследования сумма ущерба будет уточняться. Не исключено, что она окажется гораздо больше. И пока Александр Мещеряков, генеральный директор холдинга, готовится давать показания следователям, дольщики требуют ответа на квартирный вопрос. Многочисленные митинги протеста застройщики проигнорировали, зато заметили депутаты и пригласили людей на очную ставку с руководителями компании. Я до сих пор заверяю, что я делаю все для того, чтобы дом был построен именно в 2015 году. Чтобы улучшить свои жилищные условия, Светлане пришлось продать старую квартиру и взять кредит. Девушка мечтала справить новоселье еще 8 лет назад, но все эти годы ее новый дом числился лишь на бумаге. График строительства, который мы подписали с компанией СУ-155, уже новый, с новым окончанием срока строительства в 2015 году, он уже недействителен. Уже доверия нет никакого, потому что у нас есть стопка протоколов, которые мы проводили, встречи с компанией СУ-155, каждые две недели, это в 2014 году. Ни одно обещание, которое подписано генеральным директором Александром Сергеевичем Мещеряковым, не выполнено. Сейчас на месте нашего дома пустыри, они вот в течение месяца разложили там два десятка блоков железобетонных, и даже ограждений нет, и насыпали несколько кучек песка. Несмотря на наличие всех согласований, строительство дома Василия Савина откладывается уже несколько лет. Может, проблемы с деньгами интересуются дольщики, но и на этот вопрос у руководства компании ответа нет. Я на этот вопрос, к сожалению, ответить просто не могу, потому что не знаю, так если по-честному. Мы сегодня реализуем те активы, которые не являются, ну, скажем так, основополагающими для жизнедеятельности группы Компорт. Вот, собственно говоря, на эти деньги мы и строим. Впрочем, некие гарантии, правда, только на словах, дольщики все же получили. Под прицелом телекамер застройщики пообещали сдать дома к началу 2016 года. Остается надеяться, что выполнить эти обязательства не помешают новые уголовные дела. Ксения Некрасова, Елена Калинина, Владимир Сотников, Ринат Ахтереев, 5 канал, Москва.